Привет, друзья! Если вы хотите разнообразить свое меню и порадовать друзей и близки вкусным питательным блюдом, то советую сегодня со мной приготовить тушеное сердце. Делается оно достаточно просто и всегда получается на ура. Причем мы одновременно приготовим сразу мясо и гарнир к нему. Давайте начнем приготовление. Для начала беру свиное сердце, разрезаю на 4 части и обязательно замачиваю. Лучше это сделать конечно же на ночь. Воду сливаю несколько раз, таким образом мы избавимся от крови. Подготовленное сердце нарезаю небольшими кусочками и всю эту красоту буду отправлять на сковородку. Сегодня ужин я буду готовить в своей любимой сковороде вок. Мне в ней очень нравится готовить, потому что она большая, глубокая и удобная. На сковороду наливаю растительное масло. Как только она хорошо разогреется, отправляю сердце в сковороду и помешивая, начинаю все обжаривать на сильном огне. Появится жидкость. Друзья, перемешаем и ждем, когда жидкость полностью испарится в сковородке, то есть выкипит. Тем временем нарезаю одну крупную луковицу. Лук нарезаю тонкими перьями. Друзья, я сегодня готовлю свиное сердце. Если по каким-то причинам вы свинину не кушаете, приготовьте это блюдо из говяжьего сердца, будет не менее вкусно. Перемешаю лук с сердцем и обжарю пару минут. После этого добавляю тертую морковь. Все перемешаю, обжарю еще 2-3 минутки. Этого будет достаточно. После этого мясо с овощами заливаю водой. Уменьшаю нагрев плиты, сковороду накрываю крышкой и тушу под крышкой как минимум 1 час. Пока готовится сердце, подготовлю картофель. Картофель очищаю и нарезаю средними кусочками. Как только сердце у меня стало мягким, в сковороду добавляю картофель. Сразу же добавляю по вкусу соль, черный молотый перец и приправу хмели-сунели. Друзья, обязательно добавьте эту приправу в это блюдо. Будет ну очень-очень вкусно. Перемешаю, прикрываю крышкой и жду, когда картофель будет тоже полностью готов. Только после этого добавляем много-много зелени и конечно же чеснок. Друзья, у меня есть замороженные стрелки чеснока вместе с петрушкой и укропом. Я эту зелень всю добавляю. Ароматы, конечно, стоят на всю кухню. Протушу пару минут и готовое блюдо выкладываю в тарелку. А сегодня я его буду подавать с хрустящими маринованными огурчиками и квашенными помидорами. Друзья, готовится все очень просто, получается вкусно и сытно. Обязательно приготовьте. И если вам понравился сегодняшний рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также готовьте, как я, готовьте лучше меня. Друзья, давайте готовить просто, вкусно и доступно. И встретимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока!